Никто из тех, кто купил биткоин и держал его как минимум 4 года, не потерял свои деньги. Никто. Пишет план B у себя в твиттере. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Давай прямо сейчас по-быстрому проверим все свои ценовые модели перед тем, как обсудить дальнейшие краткосрочные перспективы биткоина. Также поговорим о том, кто и зачем спровоцировал эту небольшую коррекцию биткоина, и закончим анчейн-метрикой, которая показывает неожиданные результаты, а также новостями про кардана. Ведь вчера Чарльз Хоскинсон, ее создатель, провел небольшую конференцию у себя на ютубе. Было очень-очень интересно, я хочу с тобой этим поделиться. Если это звучит для тебя интересно, не забудь поставить лайк. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. Большое спасибо за эту безумную поддержку. Каждое видео набирает от 6 до 8 тысяч лайков. Это просто что-то с чем-то. Начнем с 4-х часового графика биткоина. Мы уже много недель говорили о том, что из трех линий CPR именно средняя всегда является либо сильнейшей поддержкой на падение цены, либо сильнейшим сопротивлением на росте цены. Как мы видим, мы не только достигли второй цели по CPR, но и оттолкнулись от нее. Точно так же, как мы и говорили еще до того, как достичь этой цели. Далее, дневной график биткоина. Здесь тоже достаточно интересная ситуация. Мы говорили о том, что цена биткоина может упасть до этого желтого бокса, точно так же, как она сделала это в прошлый раз. Что ж, мы видим, что это так и происходит прямо сейчас. Хотя, конечно, это все еще выглядит опасно, ведь мы не закрылись выше этого бокса. И если мы провалимся из этого восходящего канала, да еще и на повышенных объемах, это уже будет хорошим подспорьем для того, чтобы продолжить падение. Очень важно удержать не только этот желтый бокс, но и эту линию поддержки. Коррекционные уровни Fibonacci также отыгрывают как положено. Мы достигли вот этого золотого сечения и оттолкнулись от него. Мы уже не раз говорили, что при достижении биткоином золотого сечения по Fibonacci в теории почти всегда происходит откат. Что ж, мы его увидели. Этот откат снова находит поддержку на 0.5 по Fibonacci. Этот уровень, как мы уже говорили, очень важно удержать для того, чтобы отката не произошло до уровня 0.382 по Fibonacci. Обычно после достижения золотого сечения по Fibonacci откат цены происходит именно до этого уровня. Это около 42 470 долларов. Так что, если уровень 0.5 по Fibonacci сейчас снова не удержится в качестве поддержки, то нас ожидает продолжение отката до уровня 0.382 по Fibonacci. Если же он сейчас удерживается, мы увидим продолжение роста. Далее, по рыночным фазам. Мы говорили, что мы сейчас находимся во второй фазе. Это фаза растущая. В этой фазе мы говорили о том, что цена биткоина на коррекционных движениях будет стремиться к уровню поддержки. Мы видим, что так это произошло и снова. Этот уровень на самом деле очень важный. Ведь похожий уровень мы наблюдали совсем недавно. Вот он. Мы видели, что цена биткоина всегда возвращалась к нему на коррекциях. Но как только пробило его, нас ожидало вот это падение. Поэтому многие сейчас почему-то говорят о том, что вот этот сценарий может повториться и здесь. Я немного позже расскажу, почему я так не думаю. Как мы видим, все теоретические фигуры отыгрывают как положено. Но самый главный вопрос, а что будет дальше на краткосрочной перспективе. Давай как раз таки и начнем с этого растущего трендлайна. Мы видим, что множество раз он выступает в качестве поддержки здесь, здесь и здесь. Точно такой же уровень мы видели вот на этом растущем движении. Мы видели, что он выступал в качестве поддержки здесь, здесь, здесь и здесь. И только лишь после его пробития цена биткоина ушла в нисходящий тренд. Мы видим также, что на этом движении цена биткоина сформировала что-то похожее на восходящий клин. Каждый отскок цены биткоина был все ниже и ниже, пока он совсем не сжался как пружина, после чего и произошло пробитие этого уровня. Какова же вероятность у цены биткоина повторить такой же сценарий прямо сейчас, ведь мы практически видим то же самое и здесь. Давай посмотрим на индикатор Уильямса, который сейчас служит сильной поддержкой для цены биткоина. Мы говорили о том, что разворот движения цены биткоина приближается тогда, когда эти три линии начинают все чаще пересекаться. Как это было на этом растущем тренде, смотри. Чем дольше эти линии остаются параллельными друг другу, тем сильнее растущий тренд. И чем ближе локальный пик этого растущего тренда, тем чаще эти линии начинают пересекаться. Сейчас мы не видим их пересечения вовсе. Поэтому, если пик этого движения находится где-то на горизонте, то индикатор этого не показывает. Также мы видим, что сейчас цена биткоина нашла свою поддержку на линии 20-дневной средней скользящей. Цена биткоина оттолкнулась от нее вот здесь и здесь. И сейчас мы приближаемся к ней снова. Мы вполне можем увидеть откат цены до этой средней скользящей. Это около 46 тысяч долларов. Падение до этих отметок все еще не означает, что игра окончена для биткоин-бэков. Если говорить про индикатор CPR более подробно, то вот эта линия, которая в прошлом служила сопротивлением вот здесь, сейчас может стать поддержкой для цены биткоина. Это опять же уровень около 46 тысяч долларов. Поэтому, если сейчас мы увидим продолжение коррекции биткоина, то скорее всего она найдет сильную поддержку именно на этом уровне, который в прошлом, еще раз напоминаю, служил сопротивлением. Сейчас он обязан стать поддержкой для продолжения роста. Вот этот отскок, который мы сейчас увидели от второй цели по CPR, мы ожидали так же долго, как достижение этой второй цели по CPR. Мы говорили об этом еще тогда, когда цена биткоина была вот здесь. Если ты смотришь мои видео, ты это знаешь. Так что в происходящем, лично для меня, вообще нет никаких неожиданностей. До тех пор, пока все эти поддержки, о которых мы говорили, о поддержке по CPR, о поддержке в этом растущем канале, а также о поддержках 0.5 и 0.382 по Fibonacci. До тех пор, пока все эти поддержки не пробьются и не превратятся в сопротивление, мы все еще ожидаем роста. Но перед этим мы вполне можем увидеть коррекцию биткоина до 46 тысяч долларов. Ведь 46 тысяч долларов это как раз таки 0.5 по Fibonacci. Это как раз таки та самая нижняя граница этого восходящего канала. И также это вот эта линия по CPR. Так что это очень важная отметка, 46 тысяч долларов. И второй целью на понижение является 42 600 долларов. Но сейчас, ребята, уже 25 августа, практически конец месяца. И если этот месяц закроется ниже этой линии CPR, то следующие появятся немного выше предыдущих, ведь мы находимся в растущем тренде. Именно до этих линий, после закрытия этого месяца ниже этой линии, цена биткоина и может вернуться, формируя абсолютно новый тренд. Так было на прошлом растущем рынке. Смотри, вот эти линии по CPR. Они служили в качестве поддержки. На растущем рынке цена биткоина, корректируясь, находила поддержку именно на этих линиях CPR. Каждый раз. До тех пор, пока не пробила их вниз. С тех пор цена биткоина воспринимала их уже как сопротивление. И сейчас мы снова их пробили. Теперь цена биткоина воспринимает их как поддержку. Поэтому, если этот месяц закроется ниже этой линии, следующие линии CPR будут немножко выше предыдущих, но цена биткоина все равно останется в растущем тренде. Далее, на четырехчасовом графике мы все еще находимся в этом растущем канале. Кстати говоря, только что выскочили выше этого желтого бокса. Что похоже на вот эту ситуацию, когда цена биткоина тоже проваливалась ниже этого желтого бокса, но потом отскакивала вверх. Мы говорили о потенциальном откате биткоина до этого желтого бокса. Цена сейчас изо всех сил бьется за то, чтобы он остался поддержкой. Здесь мы также видим, что цена биткоина откатилась от второй цели по CPR вниз. Потенциально мы можем увидеть продолжение этого отката вплоть до нижней границы восходящего канала, которая, кстати говоря, практически совпадает с нашей первой целью по CPR, которая сейчас тоже выступает в качестве сильной линии поддержки. А это около 46 тысяч долларов. Так что откат даже до этих отметок не будет означать окончание роста биткоина. Кроме того, на часовике мы тоже можем заметить очень интересную ситуацию. Здесь я уже немного поработал. На первый взгляд это вообще непонятно. Во-первых, после достижения второй цели по CPR и золотого сечения по Fibonacci, цена биткоина нашла свою поддержку опять же на уровне 0.5 по Fibonacci. Смотри, вот мы упали и оттолкнулись прямо от этого уровня. Также здесь мы находим очень интересный паттерн, который мы уже видели в прошлом. На часовике график биткоина находится вот в таком падающем канале. Правда, пока я писал сценарий, цена биткоина уже вылезла из него. Но тем не менее, мы видели точно такой же паттерн вот здесь и вот здесь. Два таких же абсолютно паттерна, как тот, в котором мы находимся сейчас. Как мы видим, все они заканчивались выходом вверх. Здесь и здесь. Условием для этого прорыва цены вверх было преодоление предшествующего выходу пика. В этом случае вот этого пика. В этом случае вот этого пика. И в нашем случае вот этого пика. Это около 48 550 долларов. Итак, минимально возможные цены для отката биткоина на краткосрочной перспективе я вижу в районе 46-42 тысяч долларов. Кстати, таких коррекционных отметок мы действительно можем достигнуть уже в эту пятницу, 27 августа. Ведь именно в пятницу истекает биткоин-опционы на сумму в 2 миллиарда долларов. В пятницу станет важной проверкой уровня 50 тысяч долларов. Поскольку 4372 опционных контракта на биткоин ожидают решения на 218 миллионов долларов. Также о минимальной цене в 43 тысячи долларов говорит план B, имея в виду небольшую коррекцию в сентябре. Однако по его модели в октябре минимальной ценой биткоина будет 63 тысячи долларов. Почему же мы наблюдали эту просадку, если не считать технических индикаторов, которые говорили о ней еще за пару недель до того, как это случилось? Я думаю, эта просадка вызвана совсем не новостями из США, как некоторые предполагают, которые уже называют судным днем для криптоиндустрии Соединенных Штатов. Я думаю, что это всего лишь фиксация прибыли, причем не розничными инвесторами, а китами. Достаточно лишь проанализировать их транзакции. Мы видим, что несколько дней назад крупнейшие биткоин-кошельки отправляли тысячи биткоинов. Этот полторы тысячи отправил, этот вообще целую кучу, просто-напросто тысячами слали на кошелек Coinbase. Также мы можем отметить, что периодически происходит уменьшение балансов в биткоинах на этих кошельках, но балансы в долларах наоборот растут. Например, этот кошелек с балансом почти 110 тысяч биткоинов. Давай посмотрим, что происходило здесь. Мы видим, что за последний месяц он фиксировал прибыль несколько раз. Раз, два, три, четыре. Четыре раза он фиксировал прибыль на этом росте биткоина. Такое впечатление, что он посмотрел мою стратегию по биткоину, о которой я, кстати говоря, вчера рассказывал в видео про кардана. Мы накапливаем доллары на растущем рынке, накапливаем монеты на падающем. Вот что делает этот крупный биткоин-кит. Он делает абсолютно то же самое, о чем я говорю тебе в каждом видео практически. И действительно, сегодня, буквально полчаса или час назад мы видели миллионы, десятки миллионов долларов в стейблкоинах, которые отправлялись на биржи с неизвестных кошельков. Очевидно же, крупные игроки фиксируют прибыли на росте, чтобы потом откупать грядущее падение. На этом фоне, как ни странно, долгосрочные инвесторы бьют все рекорды. За последние 30 дней долгосрочные холдеры накопили 460 тысяч биткоинов на своих кошельках. Сейчас они держат рекордные 12,7 миллионов биткоинов на долгосрочных кошельках. Также, если посмотреть на глаз ноут, количество кошельков с различными балансами биткоинов, то заметим, что крупнейшие адреса фиксируются на этом росте. Посмотри, кругом происходит падение, в то время как маленькие балансы на маленьких кошельках, наоборот, растут. Здесь рост, здесь рост и здесь рост. Выходит, что крупные игроки на этом росте фиксируют прибыль и накапливают доллары для того, чтобы выкупать просадки. Об этом также говорит Иулиэм Клименте, который делится этим графиком, на котором мы видим, что киты на этом росте продают. На этом графике зеленым мы тоже видим, что киты действительно фиксируют прибыли. Но что касается долгосрока, ребята, есть очень интересная метрика, которая нам поможет понять, есть ли еще место для роста у биткоина, или же на этом мы исчерпали свой потенциал в этом цикле. Эта интересная метрика называется отношением рыночной стоимости к реализованной стоимости. Реализованная стоимость – это стоимость каждого биткоина на момент его последнего перемещения. Рыночная же – это стоимость по рынку. Простыми словами, если ты купил биткоин за 5000 долларов 3 года назад и держал его до сегодня, ни разу не передвигая с кошелька, но сегодня решил его передвинуть, его реализованная стоимость будет 5000 долларов, а рыночная – 47000 долларов на момент написания этого сценария. Если отношение рыночной к реализованной составляет меньше единицы, рынок недооценен. Если больше 3,7, то переоценен. Сейчас это отношение, как мы видим, находится на отметке около 2,5, что значит, что рынку есть еще куда расти. Кстати, этот уровень, 2,5, очень примечателен. Знаешь чем? Тем, что в 2019 году, вот на этом росте цены биткоина, рост продолжался как раз до тех пор, пока эта метрика не достигла 2,5. И сейчас мы находимся очень-очень близко к этой отметке, так что имей в виду. Но тем не менее, оно сейчас находится ниже 2,5, а значит, рынку есть еще куда расти. Имей в виду, что этот уровень 2,5 часто служил сопротивлением, только лишь в 2017 и в первой половине 2021 он служил поддержкой. Это очень важный уровень, который нужно преодолеть для продолжения роста. Но, если мы увидим, что эта метрика оттолкнулась от этого уровня, мы должны ожидать коррекцию. Если она закрепится выше него, тогда мы будем ждать роста. Подытоживая, краткосрочные откаты вполне возможны, однако в долгосрочной перспективе, похоже, места для роста предостаточно. Об этом, кстати говоря, говорит и мэр одного американского города. Это мэр города Джексон, штат Теннесси. Он заявил, что биткоин будет продолжать расти, поскольку ФРС продолжает печатать больше денег. Вот что он написал у себя в Твиттере. Поскольку ФРС продолжит печатать больше денег, этот график будет расти. При этом он прикрепил график цены биткоина. Также он добавил, что биткоин определенно является будущим монетарной системой, и больше 21 миллиона монет у него просто-напросто быть не может. Мэр этого города также создал целую рабочую группу, которая изучает возможность перехода его города на блокчейн, а также на возможность принимать платежи в биткоинах. Если этому последуют мэры и других городов, это будет возрождение криптовалютной индустрии в США, что очень хорошо скажется на биткоине. А теперь я хочу поговорить про карданы и большие новости для нее. Вчера Чарльз Хоскинсон поделился новостями для своего детища. Я хочу подвести быстрые итоги этой конференции для тебя. Первая тема этой конференции это дата и анонсы для кардана. И самая главная дата по словам Чарльза это как раз таки сегодня, 25 августа 2021 года. Это листинг кардана в Японии. Я думаю это будет большим событием для кардана и ее холдеров. Также создатель кардана анонсировал кардана саммит 2021 года, который пройдет 25-26 сентября. Это будет анонс целого ряда событий для кардана, как в цифровом мире, так и в реальном физическом. Также Чарльз рассказал о самом крупном событии для кардана в сентябре, это конечно же Алонсо и смарт-контракты, которые будут запущены 12 сентября. Чарльз говорит уверенно, что не будет никаких отлагательств, что все будет четко в срок 12 сентября. Кроме этого, кардана работает с Quantstamp для совершенствования своего протокола. Недавно Quantstamp выпустил отчет, в котором сказано, что кардана станет второй по величине платформы DeFi после запуска смарт-контрактов. Первый будет Ethereum, а второй будет кардана. Но одна из самых интересных вещей, которую озвучил Чарльз, то что кардана ожидает целый ряд партнерств со своими же конкурентами в криптосфере. Он не называл названий, но подсказал, что кардана стремится объединить усилия со своими конкурентами, создать нечто новое и прекрасное. Я подумал, вот это действительно круто, ведь я всегда предполагал, что 15 тысяч существующих криптовалют точно не выживут. Они либо умрут, либо будут поглощаться более сильными конкурентами, либо будут сотрудничать с друг другом. Чарльз Хоскинсон, похоже, знает об этом и намекает об этом нам. Что ж, ожидаем дебют кардана в Японии сегодня и открытие этой монетки для японцев, которые наконец-таки смогут ее купить. На этом все, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Надеюсь, видео было для тебя полезным или интересным. Если это так, не забудь поставить лайк, а также подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно, Богатей! До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok